Так, я обещал же историю про полицию. Так вот, я думаю, начать надо с того, что приезжал в гости мой друг Толян. Это удивительная встреча на Эльбе, когда чувак из Новофёдоровки, Крыма. И чувак из чего там села, плодовод Крыма, встретились в штатах Нью-Джерси. Вот, Толян приезжал на неделю в Лос-Анджелес на конференцию, там 3-4 дня была конференция. Несколько дней они ещё там с коллегой потусили по тому побережью. Посмотрели, а потом коллега полетел обратно в Киев, а Толян решил ещё недельку потусить у меня. Вот, он прилетал, мы за эту неделю, в субботу я его ездил встречать вечером в аэропорт в JFK. В воскресенье мы провели целый день. В понедельник, вторник, среда я ходил на работу, и поэтому Толик сам познавал окрестности. Я ему отдал машину, он на машине ездил. Четверг я взял выходной, мы провели снова целый день вместе. И пятницу я тоже брал выходной, тоже провели целый день вместе. И пятницу вечером я поехал его обратно провожать. Собственно, успели многое за это, посмотрели и в Принстон съездили, и куда там ещё съездили, на Вашингтон-Рок съездили. Ну там, что там, 15 минут мы там были. Ну, полчаса. Вот, Толян несколько раз ездил в Нью-Йорк, по-моему, дважды. Вот, два из понедельника, вторник, среда. Он понедельник, по-моему, ездил в Нью-Йорк, во вторник он ездил в Филадельфию, в среду он снова ездил в Нью-Йорк. Ну, за два дня это весь Нью-Йорк не посмотреть. Вот, четверг мы с ним ездили в Вашингтон, и в пятницу мы с ним уже никуда не ездили. Мы ездили по магазинам просто здесь, и паковали ему чемоданы на выезд. Пока я переодеваюсь на волейбол, я предлагаю посмотреть небольшую нарезочку наших вот тусований с ним, а потом я перейду к рассказам уже в деталях о опыте общения с местной полицией. Собственно, всё. Я переоделся. Вот. Собственно, выглядит это так неплохо. Мы потусили, погуляли. История начинается с того, что Толян привез с собой дрон. Ну, квадрокоптер. Нет, нет, нет. Нет, я запускал дрон черный вертолёт. Запускал дрон дядя Толя, черный вертолёт маленький. Он классно поснимал в Калифорнии, когда там ездил по побережью Лос-Анджелеса, Сан-Диего и так далее. Реально офигенная съёмка. Я смотрел, он показывал на ноутбуке то, что скидывал. Ну, естественно, хотелось поснимать что-то и здесь, чтобы потом по приезду сделать офигенно красивый клип. Ну, и вот, в субботу вечером я съездил его забрать. Воскресенье был первый день, когда мы могли провести вместе. Мы поехали всей толпой вместе с Лидой и вот с ней в Принстон. Мы в Принстоне классно побегали. Там буквально часок, наверное, потусили. Часок потусили. Толян позапускал там дрона, отлично поснимал. Потом в обед поехали обратно домой. Лида ложилась спать Керусю. Мы с Толиком подумали, куда ещё можно поехать. Я ему предложил съездить на Вашингтон-Рок, где делал репортаж. На самом деле, дрона тоже там позапускали. Детвора местные, которые там были, туристы тоже, американцы, были в восторге. Все такие, ооо, как будто первый раз увидели. Ооо, дрон, дрон, дрон. Махали ему там рукой, прыгали на него, искали в небе, как далеко он улетел. Вот. Ну и всё, уже темнело. Смеркалось. Если уже обудит на ёлочку шаг, то он высока в усаку улетит. И сможет его поймать. Для тех, кто ещё не забыл, что я рассказывал. Так вот. Так вот, смеркалось. Солнце уже почти село на Вашингтон-Роке. Толян спросил, куда ещё можно здесь съездить, что посмотреть, что поснимать. Понятия не имею. На самом деле, в близости, там, в получасовое. Уже было пять вечера. Часов шесть-семь нам надо было ехать уже обратно домой. Без какой-то либо задней мысли. Открываем карту. Что там есть рядом. И на карте находим такую достопримечательность. Гугл Мапс показывает. Офигенно. Здоровенный индийский храм. Ну вот я прям глазам не поверил по фотографиям. Я смотрю в телефоне, думаю, да ну не может быть. Просто такая мека всех индусов. Наверное, Нью-Джерси всего штата. Он реально выглядит красиво и огромный. Я говорю, Толян, ну не знаю, сколько туда ехать. Двадцать минут. Я говорю, ну давай поедем. Посмотрим. Поехали. Всяли в машину, приехали. Уже темно было. Уже было часов около шести вечера. Ну там пять, тридцать, шесть. Здесь уже было темно. Заехали на парковку. Машин куча стоит запаркованных. Ну, как бы нашли там место свободное. Их тоже хватало. Встали себя на парковочке. Я пока вышел из машины тоже. Толян тоже вышел. Толян начал распаковывать дрона. Крутиться вокруг себя там. Калибровать его, настраивать, чтобы запустить. Я пока пошел поближе к храму посмотреть. Поснимать его, пофоткать. Хотел сделать репортаж. Что вот какая тут есть крутотень. Ну, вдруг там кто-нибудь у нас. По этим, по индийским делам. Аюрдыведы всякие. Вот. И в этот момент Толян уже запустил дрона вверх. Он уже жужжит. Я встаю там, что-то смотрю на храм поближе. Мимо меня проходит какой-то индус. Вышел тоже из машины и шел в храм. Проходит и спрашивает. Типа, о, это твой дрон? Я говорю, не, не мой. Ну, это моего друга, если что. Он такой, а, хорошо. Постоял, посмотрел. И пошел дальше себя в храм. Даже ничего не екнуло у меня. Ну, мало ли, там только что полчаса назад на Вашингтон-Роке каждый второй удивлялся дрону и радовался, как ребенок. Я думаю, ну, еще один интересующийся, мало ли. Он ушел. Толян успел полетать вокруг храма, поснимать. На самом деле, тоже не так все эпично, как это кажется на фотках снизу. Проходит минут пять. Возвращается этот чувак, индус, с двумя еще другими индусами. Подходит к нам и говорят, ребята, это Ваш дрон? Мы такие, да, наш. Здесь запрещено снимать, ребят. Опускайте, пожалуйста. Можете его брать? Мы такие, не знали, сорян. Ребят, да, не вопрос. Все, он начинает опускать дрон. Он опускается. Они нам начинают рассказывать, ребят, вообще-то это частная собственность. Мы такие, ну, окей. Извиняйте. Извиняйте. Но мы там знака не видели, что это частная собственность. Въезд свободный, вход свободный. Ходи не хочу, фотографируй не хочу. Они такие, ну, да, но это типа частная собственность и дела. У нас здесь security, поэтому дрон не... Это, ого, мы такие, да ладно, ладно, все, поняли. Все, вот, уже опустили. Если вы там что-то снимали, то просим вас удалить это видео. Толян говорит, да не, я ничего не снимал, я просто полетал, посмотрел и все, но я запись не ставил. Не, ну, если вы записали, то удалите. Он такой, ну, если мы записали, удалим, но я не снимал. Ну, окей, окей. Ну, он снимал, на самом деле. Но удалить две секунды делов. Да, хорошо, ребят, все, извините, тысяча извинений. Все, извинились. Дрона собрали, ну, что делать, стоим. Думаю, ну, все, поехали домой. Все, уже поздно, уже часов шесть вечера, уже больше некуда ехать. Ну, мы пока Толян собирает дрона, я там прогреваю, грею машину, завел. Садимся в машину, я пока в маршруте навигацию выставляю домой. Эти чуваки втроем стоят, смотрят, прям ждут, я не знаю, чего ждут. Вроде поговорили, договорились, извинились, сказали, что все там удалим, если писали. Все, тысячу извинений, все в порядке. Какие проблемы? Один из них выходит, фоткает машину. Толян, о, тебя там сфоткали, говорю, ну, пускай сфоткали. Сейчас, секунду. Вот. Ну, в общем, сфотографировал он меня. Ну, я думаю, ну, и ладно, пускай фотографируют. Все, господи. Поехали домой. Поехали вечером домой, пошутили еще, лидии сказали, что все, нас там чуть индусы не накупали. Еще ехали, рассуждали, их там трое, нас двое, там мастер капуэра. Ну, короче, шуточки там поотчебучивали, ну и нормально. Все бы, ничего. Если не одна фигня. Вечером, в 9 вечера где-то, сидим, пьем пиво, здесь вот за столом. Ничто не предвышало беды. В начале 10 вечера звонит звонок в дом. Кто это может быть? Вроде соседи наши улетели, никого нет поблизости. Ну, ладно, открываю дверь, там стоит два копа. Белый и черный. Причем белый напротив меня, чернокожий, там, по диагонали, с рукой, на пистолете, на кобуре. Все их положено. Здесь живет там мистер Малиновский. Да, здесь живет. Что-то он меня спросил. А, что-то, какие-то детали про какое-то там происшествие. Я вначале подумал, что он, я слышался, подумал, он говорит про эксидент, про кар-эксидент какой-то, что надо посвидетельствовать где-то там, быть очевидцем чего-то, какого-то дорожного происшествия. Я говорю, нет. Еще и в Бридж-Вотере. Не. Потом он еще раз что-то переспросил. Говорю, а, инцидент? Ну, не ДТП, не эксидент, а инцидент. Говорю, а, так. Так. Сейчас, секунду. Я говорю, заходите домой. Сейчас разберемся. Они зашли. Ну, тут, собственно, и Кира выбежала, и Лида подошла, и Толян вышел. Они все посмотрели, как бы все нормально. А, рассказали, что вот меня там в Бридж-Вотере ищет определенный офицер полиции, хотел бы узнать мои контакты, не могли бы, не могли бы я дать свой номер телефона, и вот его номер телефона, поэтому позвони. Мы, говорит, без понятия, что и как. Нас вот, мы вообще полиция местная, Саммерсета, поэтому нам позвонили, попросили вот заехать и наладить связь между тобой и офицером Бридж-Вотере. Я говорю, а, это в Бридж-Вотере было? А, что было? Я говорю, ну, там храм индийский, посмотрел на карте, говорю, да, вот знаете, они такие, ну, что-то видели. Я говорю, ну, вот там вот храм, оказывается, действительно, недалеко от Бридж-Вотера. Я говорю, ну, такая фигня. Они поулыбались, говорят, ну, понятно. Ну, ладно. Все, оставили контакты этого офицера. Они ушли. Мы тут пять минут офигели от того, что индусы что-то там зарепортили в полицию. Через пять минут я собирался уже звонить этому офицеру. Беру телефон, смотрю, там уже один пропущенный и один текущий прямо сейчас звонит. Я поднял трубку, там был этот офицер. Я говорю, о, здрасте, как раз только что заходили. Друзья ваши оставляли ваши координаты, собирался перезвонить. Что да как. Он говорит, ну, вы знаете, наверное, что я звоню. Я говорю, ну, наверное, знаю. Вот по вот этой фигне, по дрону там и так далее. Да, да, да. Ну, можете объяснять, что произошло. Я им описал в двух словах, что так и так. Вот друг приехал, были там Фринстони, снимали, на Вашингтон-Роке снимали, уже не знали, что делать, где убить время, что еще, куда съездить, что посмотреть красивое. Нашли на карте вот этот объект, приехали, запустили буквально пару минут, вышли ребята, сказали, что нельзя. Мы извинились, опустили, уехали. Все. А, все понял, все понял. Вопросов нет. Все там, счастливого вечера. Я говорю, ну, все, до свидания. Ну, и ладно. Ух, я уже успел съездить на волейбол поиграть. Надо было убегать просто. Так вот, продолжаю. Понедельник. Я на работе. В обед. Звонит мне Лида, жена. Я говорю, тут снова приходила полиция. Снова тебя искали. Ну, сказали, не переживайте, все нормально. Но на этот раз уже полиция Бридж-Вотера приезжала. Тоже два чувака, патрульные. Теперь на этот раз они сказали, что офицер хочет лично со мной пообщаться, чтобы я подъехал туда, в Бридж-Вотер. Ну, я сказал, окей, окей, все хорошо. Причем Лида говорит, я снова постаралась им объяснить, что там ничего такого, никакого умысла, все такое. Они сказали, да не переживайте, все нормально, никаких это все формальностей и так далее. Ну, ладно. Фух, в понедельник у нас была годовщина свадьбы. Но, несмотря на это, я успел съездить и за цветами, и за вкусняшками для жены и поехать в Бридж-Вотер в полицию. Это было эпично. Я созвонился с офицером, что вот я подъехал, все дела. Давай, выходи, как-то встречаться будем. Змей Грыныч, вот. Он вышел по форме, похож на латиносо вроде как, офицер Джеральда. Молодой. Все, сказал, пойдем. Провел меня туда, внутря, в кабинеты, в номера. Мы прошли, он показал комнатку, заходи. Сейчас две минутки. Я говорю, да, не вопрос. Я зашел в комнатку. Там классический, как в фильмах американских. Только не хватало этого. Зеркало, за которым сидят чуваки и смотрят. Маленькая комнатка, стол, четыре стула. Он говорит, выбирай любой стул. Я там сел. Он говорит, сейчас я две секунды и подойду. Я говорю, да, окей. Он ушел. Заглянул еще раз. Говорит, тысячу извинений. Сейчас еще минутку. Водички дать? Я говорю, нет, не надо воды. Он говорит, ну, сейчас детектив подойдет. Я говорю, да, да, окей. Думаю, какой детектив? Вроде ты меня вызывал с тобой пообщаться. Ну, ладно. И снова заходит. Еще секунд 30 прошло, снова зашел. Сел напротив меня по диагонали. Сидеть, типа, ну, перебросились парой слов. Как дела? Все дела. Я говорю, ну, что так? Я же уже рассказал, ты в курсе, в чем дело? Он такой, да, да, да. Ну, сейчас все вопросы будет задавать детектив. Меня вообще начало на высадку выкидывать. Думаю, какой детектив? Вы что, шутите? Что за дела? Ну, сидим, тупим, молчим. Я достал уже телефон, сижу напротив него в телефоне, такая, пишу жене, я тут в полиции. Сильно долго не жди, не рассчитывай. Через пару минут заходит детектив, по классике, комиссар Коломбо такой, ну, не настолько возрастной. Довольно-таки рослый дядька, крупный, небритый, в гражданке, в свитерке. Рубаха парень, привет, как дела? Я там такой-то чувак. Все, познакомились, садись. Ну, там ты, наверное, знаешь, что тут здесь. Я говорю, да я знаю, но я пока не понимаю формальности всей процедуры происходящего. Он такой, да, ничего такого, не переживай, все нормально, просто. Я говорю, ну, единственный момент, давайте как-то, надеюсь, что ты не займет много времени, у меня сегодня годовщина. О, поздравляю. Ну, это от тебя зависит. Я говорю, да. Ну, как ты быстро расскажешь все. Я говорю, да я уже рассказывал. Он такой, ну, надо будет еще раз рассказать. Ну, окей. И я смотрю, там камеры висят вверху. Зеркала нет, а камеры есть. Ну, в общем, как все в фильмах. Реально, я себя почувствовал в фильме. Потому что он достает диктофон и говорит, мне нужно будет весь этот разговор, типа там, для протокола записать на диктофон. Ты же не против. Или в противном случае, может быть, надо будет перенести встречу или еще что-то. Я думаю, ну, нет. С одной стороны, я понял, что переносить встречу не надо. Уже некуда. Я уже тут приехал через пробки, передалевая шторма. С другой стороны, у меня высадка такая на диктофон. Я тут толком, я не нейтив спикер. Половину терминов в юриспруденции вообще не знаю и не понимаю. Или сказать не могу. Я ему говорю, я не против. Ну, как бы, я думаю, что там делать, как в фильмах. Я требую адвоката, я не буду говорить ничего без моего адвоката. Выводить это в плоскость вообще в официальную, типа, через работу вообще не хотелось. Я говорю, ну, давай один consideration такой, concern мой. Что, типа, я не нейтив спикер. И некоторые твои вопросы я могу не понимать с первого раза, а могу вообще не понимать, сколько бы ты их не переповторял. Окей. Он такой, да, не вопрос, не вопрос. Ну, хорошо, давай, все, стартуем. Я говорю, ну, давай стартуем. Он включает этот диктофон и как в фильмах. Итак, там, меня зовут детектив такой-то, там, сегодня там такое-то число, такой-то день недели, столько-то времени рассматривается дело номер такой-то. Рядом со мной офицер такой-то, напротив меня вот там человек, который сейчас вот там даст какие-то показания. Ну, типа, давай, типа, назови свое имя, фамилию, там, дату, там, называю. Скажи это по буквам. Я там вообще дыр-пыр уже начинаю теряться. Давай на листике напиши, на листике. Прочитал ему с листикой идти по буквам. Дату рождения, телефон, еще раз телефон, повтори, скажи там по цифрам. Я вообще, реально, меня уже начинало аж типать. Я реально высадился. Это было стрёмно. Это было стрёмно, чуваки. Вот. Ну и дальше опиши, я ему вот это описываю, меня уже вообще там, типа, это он типа, да не волнуйся, все у тебя получается, я пока все понимаю, все отлично. Каждый раз при упоминании, там, что вот, там, поехали в Принстон, вот, там, приехал друг, там, был на конференции, потом сюда прилетел. Вот, всей семьей поехали в Принстон с женой, с ребенком. Как зовут жену сразу? Так-то так, скажи по буквам. Л-А-Д-А-Л... Пфу, напиши. На. Там, с ребенком. Как зовут? Там, дочка, дочка, там. Так. Короче. Капец. Капец. минут 20 наверное я ему это рассказал с какими-то вопросами не было ни одного вопроса сколько ты здесь находишься на каком статусе я здесь нахожусь видимо по мне уже все знали где я работаю, то есть не было вопросов вообще единственное что он спросил был классный момент очень интересный минут 5 ушло собеседование когда он попросил написать имя Толика а я пишу и понимаю что эти все буквы в латинице я без понятия как у него в паспорте оно пишется у нас же транслитерация с украинского на английский это вообще дичь но я не уверен как оно пишется на английском ты не знаешь как зовут твоего друга я знаю, но я не знаю как это пишется у него в паспорте у тебя же есть паспорт и у него есть паспорт и что пришлось ему рассказать про транслитерацию с кириллиса на латиницу. Вспомнить имена Юрий и Юля. Примеры привести, что там вообще дичь. И Урий, и Уиурий. И так далее. И вот этот офицер. А, я, наверное, понял. Ну, видимо, у них там, может быть, тоже мексиканский, национальный или еще. Ну, я условно. Ну, он молодец. Он выручил эту ситуацию. Ну, все. Вроде пообщались. Он сказал, ну что, все, я понял, в чем суть. Я понял, в чем дело. Что разница, ну, суть проблемы, это только культурные различия, менталитеты и так далее. Дело в том, что он объяснил, что это объект, вот этот храм, это private property, частная собственность. Я ему говорю, ну как это частная собственность, если там куча людей, я туда заезжал, не было никакой таблички, что это частная собственность. Любой может заехать, зайти, пофотографировать и так далее. Он говорит, от того, что там этот приход для людей, не делает этот объект паблик. Это private property, может быть. Любые церкви, храмы и тому подобное, это private property у нас здесь, в Штатах. Я говорю, у нас церкви не принадлежат частному лицу чаще всего. Ну, есть, конечно, там у нас, у каждого депутата своя церквушка. Но, в целом-то, они подчиняются там какому-то институту церкви. Это как-то такое вот. Он говорит, вот даже вот мол через дорогу, торговый центр, это тоже private property. От того, что там люди паркуются и шопятся, покупают, это не делает этот объект паблик, публичным. Это private property. И говорит, ты не поверишь, у нас дофига дел, где жалуются на то, что даже с телефона что-то там снимают, или еще что-то. Не говоря уже о том, о дроне. Я говорю, а какая разница в дроне? В чем проблема? От того, что я там могу этот объект... Я говорю, я понимаю, привел ему пример, что вот у нас там, да, там в Украине, там есть какой-то частный дом, забором огороженный, туда не пройти. И я использую дрон, чтобы залезть туда и посмотреть что-то. Это одно. Но здесь-то, тут пройти где угодно, я же не залетал дроном вовнутрь храма или еще что-то. Тут какая разница, что я руку подниму, или там дрон еще чуть выше подниму. Он, чувак, нет, это частная собственность, а поэтому все. Я говорю, ну, блин, окей, будем знать, что-нибудь. Он такой, ну, все, я понял, что разница была именно вот в культурных различиях. Вот. Пообщались тоже. Довольно-таки мило. Потом уже выключили диктофон. После диктофона еще тоже много всяких примеров он поприводил. Ну, молодец. Я его порасспрашивал уже там, а куда можно поездить, где можно поснимать дроном. Он, конечно, проорал дико, что... А где сейчас Толик? Я говорю, ну, сегодня вот в Нью-Йорк поехал. И что, дрон с собой тоже взял? Я говорю, ну, он всегда его с собой берет? Он такой, блин, капец. Ну, короче. Короче. Ну, казалось бы, пообщались, все мило. Он еще раз поздравил с годовщиной. Я ему показал даже, вот, говорю, вот храм. Вот я поснимал на телефон то, что успел. Там как раз промекнула фотка Керуси, дочки. Он такой, о-о-о, там Адоры был. Все дела. Все круто. Прекрасно. Уходя, я говорю, ну что, все, все, все. Я говорю, больше No Mo Officers у меня дома, да? Никаких больше там полицейских. Он, не-не, все не будет. Ну, и отлично. Фух, приехали, отметили годовщину. Вторник. Вторник. Утро. Толик меня завозит на работу. Я ему отдаю машину, чтобы он поехал в Филадельфию посмотреть. На парковке я только выхожу, смотрю телефон. Снова звонит полиция. Поднимает трубку. На этот раз уже детектив. Говорит, тысячи извинений, что я снова тревожил все дела. Тры-пыры, тры-пыры. Ну, можно бы, мне тут еще бы понадобилось пообщаться с Толиком лично, с твоим другом. Есть ли у него какие-то контакты? Я говорю, нет у него местного телефона, но тебе повезло, он рядом со мной пока сейчас. Он собирается уезжать. Поэтому, но его English еще похуже моего. Давай я включу громкую связь, если что, буду помогать. Он говорит, о! Трифик просто, трифик. Ну, поговорил с Толиком, типа, его версию происходящего. Толик ему сказал то же самое. Он его спросил, куда сейчас едешь, типа, когда собираешься быть дома. Когда уезжаешь из страны. Ну, какие-то такие вопросы, в принципе, классические. Спросил его, как его имя пишется по-английски правильно. Ну, здорово, все, пообщались. Только это нас высадило еще больше. Зачем он это спрашивал, начали думать. Блин, Толик сказал, что я приеду к восьми вечера. Наверняка после восьми вечера снова придут какие-то копы или еще что-то. Причем мы его лично спросили. Давай мы лично подъедем? Может, и лично с ним хочешь? Да не-не-не, телефона разговора будет достаточно. Ну, блин, он нас этим разговором высадил. И все, и тишина. После среды ничего. Мы в четверг, ну, в среду ждали, никто не пришел. В четверг мы с утра поехали. Я брал выходной же. В четверг с утра мы поехали в полицию. Сами с утра пообщались на ресепшене с тетенькой. Я ей объяснил, какие-то данные дал, где произошло инцидент, время. Говорю, может, мне какие-то детали в базе поискать? Она поискала, дала номер дела. Дала имя детектива, потому что даже не запомнила его имя. Вот. Телефоны. Ну, я говорю, ну, все здорово. Она сказала, поздравим ее по этому телефону. Ну, и скоро офицер закончит репорт, и ты сможешь получить его копию за 5 долларов. Я говорю, ну, отлично. В четверг я не стал звонить, подумал, репорт не будет готов. В пятницу Толику надо было уезжать. Мы снова с утра поехали туда. Тетенька на ресепшен. Репорт был готов. 5 долларов заплатили. Даже квитанцию выдали. Она дала нам копию репорта. Почитали репорт. Тип репорта. Соспишес инцидент. Подозрительный инцидент. То есть, какие-то чуваки зарепортили подозрительный инцидент. А копы должны разобраться. И вот эта вот вся машина, структура полиции работает на то, что вот кто-то зарепортил что-то подозрительное. С одной стороны, когда это работает против тебя, это реально дичь. Ты думаешь, вы что, вам больше дел нету, чем заниматься? С другой стороны, если бы это работало на меня, это реально круто, когда ты видишь, как работают твои налоги. Чуваки реально, блин, что-то делают. Приезжают наряды, там постоянно что-то спрашивают, мониторят, пингают, узнают. С таким же успехом, если там завтра кто-то будет ходить у меня там под окнами с телефоном что-то снимать, я так же самое зарепорчу или там... И чуваку будет не сладко, он так же, как и я, побегает неделю. Потому что это круто. Ну, мне было не круто. Это было стрёмно. Ну, короче, репорт мы получили, там был репорт от офицера. Вот всё, что мы вот общались. Но он так упомянул в репорте, что типа вот было ещё общение с детективом таким-то, и у детектива ещё будет свой supplemental репорт дополнительный. И в самом репорте не было, что статус дела там какой, клауст закрытый или ещё что-то. Поэтому я начал названивать и офицеру, и детективу оставлять. Их, естественно, нет на месте, люди работают. Я оставлял им голосовые сообщения о том, что типа перезвоните, я хочу пообщаться. Никто не перезвонил. А мы стремались Толику вылетать в этот день, в пятницу. Мы боялись, что вдруг у него будут какие-то проблемы, если дело ещё не закрыто. Но нет, вечером мы поехали. Толик отлично прошёл все там таможни, отлично улетел. Суббота, воскресенье прошли. И на сегодняшний день я уже не вытерпел, как бы никто меня не перезванивает. Сегодня понедельник, уже повсюду неделя прошла. И я залез в интернет, нашёл веб-сайт Bridgewater Township Police Department. У них есть сайт. Более того, у них, оказывается, есть ещё Facebook-страничка. А на этом сайте я посмотрел, есть структура по отделам. Там есть отдел Crime Investigations, уголовных расследований, в котором числится мой детектив, Диленни. Это меня высадило. Но благодаря этому сайту там было написать письмо конкретному детективу. Сразу формочка открывается с его имейлом дежурным, штатным. Я уже на имейл оставил, кто я, что я, почему. Писал, мне никто не перезванет, я хочу встречи личной. И я с утра это сделал, в обед он мне позвонил сам, спросил, там, Алекс, в чём проблема, чё дела, чё там, срочная, несрочная. И я говорю, да вопросов у меня куча, тишина, я тут вообще, я тут на высадке. А что такое, он спрашивает. Я говорю, ну как, ну вот я получил копию репорта, там ничего не сказано, какой статус дела. Плюс мы хотели узнать Толику, там, выехать можно, нельзя, но уже выехал, уже фиг с ним. У вас ещё supplemental report какой-то. Плюс я узнал, что вы там в Crime Investigations Department. Он такой, где ты узнал? Я говорю, на веб-сайте. Он такой, может, в Фейсбуке. А я говорю, а у вас ещё в Фейсбуке есть страница? Он такой, ну да, нашего отдела, департамента. Я говорю, не, вот на веб-сайте. Он окей, я посмотрю, ну ладно. Я говорю, так, какой supplemental report? Я говорю, ну вот там написано, он такой, это какое-то, это неправда. Это, говорит, херня какая-то. Я не буду делать никаких дополнительных репортов и не собирался. Нет, всё, дело закрыто и всё. Мы с тобой поговорили, пообщались. Я тебе выводы сказал, всё. Что это чисто культурные различия и misunderstanding, недопонимания. Так что всё, мы провели разъяснительную беседу. Всё. Я говорю, ну окей. Ещё два вопроса. А потом Толик захочет вернуться. Будут какие-то проблемы на въезд? Никаких не будет. Я говорю, а у меня там не будет каких-то проблем здесь потом? Да не будет никаких проблем, по тебе нету никаких рекордов и так далее. Это нету, с тебя ничего не чаржились. Тебя там никто не фотографировал, ни там никаких там тебе штрафов не назначал. Говорит, ни вообще, не делай мозги. Я говорю, ну всё. Тогда счастливое и Хануки, и Рождество. И Сэнс Гивен, и Дня Благодарения. Так что пообщались с ним мило. И наконец-то всё отлегло. Вот. Короче. Вот так вот на ровном месте. В Штатах можно влететь в Халепу. Не зная никаких правил со своим уставом самоваром, так сказать, лезть в этот чужой монастырь. Просто по привычке так, что в Украине вообще-то можешь что-то делать, что хочешь. Хоть на даче Януковича запускайте дроны. Там охранники, наверное, разве что попрыгают. Палки покидают в него. А здесь над сраным, наверное, не стоит и говорить, да? Ну, каким-то объектом, который может оказаться частной собственностью, и вуаля. Более того, благодаря этому нам пришлось изучить с Талином классный вопрос по использованию дронов в США. Оказывается, они должны быть все зарегистрированы. Стоит лицензия 5 долларов на 3 года. Естественно, мы это сделали, зарегистрировали. Распечатали там ID регистрации, наклеили на дрон. Ну, на всякий случай, чтобы при выезде не было проблем, чтобы хотя бы он зареганный у него. Посмотрели, есть карта, есть куча приложений, карта, где можно летать, где нельзя. По факту почти нигде нельзя, потому что там 5 километров от аэропортов, от вертолетных площадок. А они здесь на каждом шагу. Реально на каждом шагу. И ты смотришь эту карту, там круг на круге запрещенный. Ну, естественно, тот храм тоже попадает в эти круги ада. Нигде нельзя. Хотели здесь над апартментами поснимать территорию, так это тоже частная собственность. Это тоже надо идти, получается, спрашивать, предупреждать. Нигде ничего нельзя, ребят. Можно на свой страх и риск, но надо иметь в виду, что могут тут случиться вот такие казусы. Более того, я так подразумеваю, казус этот больше раздуто было дело по тому, что совпала куча-куча причин. Дело в том, что в эти дни, как раз когда мы туда приехали, у индусов один из самых главных праздников в году Дивали. Он длительный. И как раз чуть ли не апогей выпал на вот те выходные, когда мы приехали. Это раз. И это было очень, наверное, подозрительно. Приехали два белых. Там одни индусы вот прям туда-сюда приезжали-уезжали. Там и с детьми, и без детей. И тут какие-то два белых приехали, запускают дрон. Я их понимаю. Более того, еще буквально за пару недель до этого, оказывается, где-то там в Техасе произошла стрельба в синагоге. Поэтому это все действительно выглядело подозрительно. И в конечном итоге мы так подумали с Талином, что на самом деле тем индусам надо быть благодарными. Потому что это произошло именно там и с ними. Потому что если бы это там не произошло и не было вот этого урока нам, мы бы могли поехать на Сэнди Хук, поснимать там набережную, пляж, взлететь, вид на Манхэттен. Но на Сэнди Хуке военная база. А это совсем был бы другой залет. Это реально был бы жесткий залет. Короче, еще это как следствие. Почему я так думаю. У американцев здесь есть такая программа. See something, say something. Видишь что-то, скажи что-то. И связана она больше с вот этим вот suspicious activities. Когда ты, если погуглить, у них есть сайт Homeland Security, по-моему, безопасность чего там, родины. И там вот это больше нацелено на превентивные действия для всяких там террористических актов и так далее. Если ты видишь какое-то подозрительное, нетипичное там поведение или еще что-то там, машина там брошена, там, когда раньше она не была здесь, не стояла. Или какие-то люди, которые раньше не терлись, а тут начинают тереться. Просто за репорте этот suspicious incident. А дальше уже они будут разбираться. И вот когда ты читаешь, это основные все причины сводятся к антитеррористическим каким-то мерам. Поэтому, блин, вот так вот. Тут даже теперь я вот задумываюсь о том своем, вот эти вот видосы, которые я хожу, снимаю. Это может где-то как-нибудь боком вылезти тоже. Что-нибудь такое поснимаешь, и коньитип тоже зарепортит. Подозрительный ходит тут, показывает. Показывает, как живут типичные американцы с телефоном. И коньитипичный американец выглядит из окна, подумает, что за хмыть тут ходит. Снимает что-то наши дома. Это частная собственность. Вуаля. Короче, вот такая вот тема. Дело закрыто. Дело решено. Отделали с резиснительной беседой. И очень позитивной беседой. Но это стоило недели нервов. Как-то так. Видео получилось. Все, погнал домой. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok.